Третий урок. Инструменты для полигонального моделирования в Maya. Сегодня мы познакомимся с базовыми инструментами моделирования в Maya и настроим их на нашей панели, которую мы с вами создали на прошлых занятиях для продуктивной работы во время моделирования. Прежде всего, нужно заметить, что глобально есть две технологии моделирования, и первая из них – это полигональное моделирование. Мы будем пользоваться именно этим методом, потому что именно он используется в компьютерной графике для игровой и киноиндустрии. Именно поэтому мы изучаем Maya, потому что она является стандартом для этих целей. И вторая технология – это NURBS – это моделирование сплайнами, которое используется в основном в производстве для моделирования прототипов, поскольку этот способ не имеет полигональной ретопологии, а состоит из векторных кривых, и поэтому не может быть заскинен для анимации, поэтому и для кино, и игровой индустрии он почти не используется. В принципе, сейчас NURBS моделирование используют иногда, но не для получения конечных моделей, а для концепт-дизайна, потому что определенные вещи, такие как зуботехнические шестеренки, какие-то формы, делать сплайнами проще. Но после того, как концепция готова, то потом в итоге эта модель передается уже моделеру, который переделывает ее по сути, чтобы она уже подходила под стандарты либо кино, либо игр. Так делаются и автомобили, и самолеты, и многие другие модели. Поэтому мы с вами со сплайнами моделировать в мае не будем, потому что в мае имеет смысл использовать для анимации полигональное моделирование. А сплайновое, если оно необходимо, лучше сделать в макси, и потом конвертнот в editable poly импортировать в мае и продолжать доработку полигонами уже здесь. Это называется ретопология, которую мы с вами тоже будем разбирать на последующих уроках. Вообще, в 3D моделировании очень часто используются разные программы, которые наиболее лучше приспособлены для тех или иных задач. Некоторые из них мы с вами тоже будем использовать. Это Substance Pinter для текстурирования модели и Sbrush для персонажного моделинга. Итак, рассмотрим инструменты для полигонального моделирования. И наиболее часто нужные для работы. Поместим их в созданное нами меню. Для того, чтобы их каждый раз не искать. Основные 3 меню, которые мы будем использовать, это меню Mesh, Edit Mesh и Mesh Tool. Если вдруг вы этих меню не видите, значит вы находитесь в другом контекстном меню. В верхнем левом меню поменяйте название меню на Modeling и у вас появятся эти меню. Меню Mesh – это глобальные операции с объектами. Меню Edit Mesh – это команды редактирования полигональной сетки. Mesh Tools – это инструменты, которыми происходит редактирование объектов. По сути, разница между ними в том, что вы что-то выделили, нажали на команду и действие произошло. А в Mesh Tools инструментами мы сначала взяли инструмент и им уже делаем нужные правки. Как вы можете видеть, инструментов моделирования очень много и они все делают что-то полезное, но основных и часто используемых в действительности немного. Вот их мы и поместим в нашу полку. Давайте откроем нашу полку. Мы уже поместили на прошлом занятии в нее центр пива и начнем постепенно добавлять инструменты, которые нам постоянно будут нужны. Во-первых, в меню Mesh возьмем команду Combine и команду Separate и сразу добавим на полку. Еще раз напоминаю, чтобы добавить кнопку в панель меню, нужно нажать на иконочку с Ctrl-Shift и кликаем команды, которые хотим добавить в панель. Разберем, что они делают. Если мы создадим пару объектов, пусть это будет Куб и Сфера. Сейчас это два отдельных объекта. Их можно увидеть в Outliner. Если мы хотим, чтобы эти два объекта стали одним объектом, то выделяем их и нажимаем на Combine. И они объединяются в один объект. Соответственно, Separate делает обратное действие. Разделяет не связанные полигонами объекты на два разных объекта. Если у нас есть один объект и мы хотим разделить его на несколько, то выделяем этот объект и просто нажимаем Separate и он разделится на два объекта. Пока мы все это делали, у нас в процессе, в Outliner появилась история. Происходит это в связи с тем, что в мае есть такое понятие, как история операции. Она сохраняет и тот объект, который был, и тот, который стал. Это уже новый, третий объект, в который эти два объекта входят. Слева в списке мы видим их. Суть здесь в том, что мае всегда помнит операции, которые вы проделали с объектами. И хранит некоторую историю этих операций. И вы можете пойти по этой истории назад и поменять какую-то операцию, ее параметры, которые были сделаны ранее, несколько шагов назад. С одной стороны, история это хорошая штука, но с другой стороны, когда ее становится много, она начинает мешать. То есть список становится огромный. Это уже не список, а целая простыня. Из-за этого компьютер может начать подтормаживать. Какие-то операции могут не обрабатываться. И в принципе, когда история не нужна, ее нужно просто удалять периодически, просто нажимая на кнопку и убирать ее. Делается это через меню Edit, строка Delete By Type и далее History. Давайте добавим ее на полку и выделим объект, у которого хотим удалить историю. И нажимаем Edit, Delete By Type, History. И вся история удалилась. И можно работать дальше. Следующий инструмент в меню Mesh это Fill Hole. Он закрывает пустоты, где нет полигонов. Это он делает двумя способами. Допустим, у меня есть какой-то объект, в котором есть два отверстия. Кстати, можно заметить, что края отверстия немножко жирнее, чем все остальные ребра. Это происходит из-за того, что на первом занятии мы здесь включили дисплей Polygon Highlight, Border Edge. Для того, чтобы закрыть это отверстие, я могу выбрать один любой полигон на его краю и нажать Fill Hole. И появится полигон, там где было отверстие. Это первый способ. Второй способ. Я могу выделить объект в объектном режиме и нажать Fill Hole. И Maya закроет все отверстия, которые есть в объекте. Следующий инструмент. Нам известен по 3D Max это Boolean. Он здесь выглядит как три инструмента. На самом деле это, в общем-то, один и тот же инструмент. Просто он по-разному настроен. То есть он добавляет один объект к другому, вычитает один объект из другого и оставляет часть объектов, которая пересекается. Для примера создадим два примитива и применим к ним Boolean. Сначала объединив два объекта. Причем, обратите внимание, что если комбайн соединяет объекты, оставляя в целостности все полигоны, которые есть у объектов, то Boolean удаляет все полигоны, которые находятся внутри объектов, оставляя только поверхность до пересечения. Теперь применим вырезать. И третий способ оставить пересечения. Хочу обратить ваше внимание, что в случае с Union нам не важно в каком порядке что выделять. Вы просто выделяете объект, который хотите превратить в один, и нажимаете Union. И в отличие от комбайна они не просто объединятся, а станут одной поверхностью. То есть, если посмотреть внутри, увидим, что все вырезалось, и там нет никаких перегородок и стенок. Меню Difference – это, соответственно, вычитание, и оно работает по принципу A-B. То есть, вы выделяете сначала объект A, а потом объект B. Таким образом, если я хочу из сферы вырезать куб, я выделяю сначала сферу, потом куб, и нажимаю Difference. Если мне нужно, наоборот, из куба вырезать сферу, то сначала я выделю куб, а затем сферу, и снова нажимаю Difference. Intersection – оставляет область пересечения. Здесь уже не важно, что выделять в первую очередь. Просто выделяются два объекта, и оставляется их пересечение. Дальше перейдем в меню Edit Mesh. Здесь мы тоже возьмем несколько самых часто используемых инструментов. Первый – это, конечно, Extrude. Это, пожалуй, наиболее часто используемый инструмент при моделировании. Вам он тоже знаком по 3D Max. Он позволяет добавлять новую геометрию. Выделяем полигоны, нажимаем Extrude, и делаем настройки выдавливания. Причем, надо понимать, что Extrude двигает полигоны всегда относительно самих себя. То есть, если они смотрят в две стороны, то каждая из групп будет двигаться туда, куда она смотрит. Еще помимо самого Extrude здесь есть настройка Offset. В 3D Max он работает как отдельный инструмент. А в Maya они связаны. Offset позволяет сделать отступ по горизонтали. Offset он чем принципиально важен? Тем, что он делает отступ одинаковым с каждой стороны. Как модификатор Instant в 3D Max. Если просто масштабировать, то невозможно будет получить такой же результат. Давайте посмотрим. Если мы просто отмасштабируем Extrude, видите, выдавливание идет неравномерно. А Offset делает ровненько отступ со всех сторон. И пытается еще поверхность оставить на месте. Причем эти вещи можно комбинировать. Вы можете сделать Extrude и добавить к нему еще Offset. Еще Extrude, еще Offset. Очень важно помнить, что Extrude применяется в момент, когда вы нажали на команду. Все команды в EditMesh на самом деле так работают. И с Extrude есть такая засада. Когда вы его сделали и потом не попали на стрелочку пивота и кликнули в сторону, то Extrude уже сделан. И это, в принципе, можно увидеть по шейдингу модели. Он стал неровным. И, в принципе, если вот эти полигоны выделить и попробовать просто их подвигать, видно, что там уже есть геометрия. То есть, частая ошибка бывает, если делаешь Extrude и выделение слетает. И если его сделать еще раз, то этого уже делать не нужно, потому что вы добавляете еще новое экструдирование и точек становится в два раза больше. Для того, чтобы это все работало корректно, надо просто вернуть выделение и сдвинуть экструдированные полигоны. Давайте дальше посмотрим на другие параметры. Здесь есть еще дивизионки. Это просто дополнительные резы на выдавленной стороне. И есть настройка Keep Faces Together. Если его включить, то каждый полигон будет экструдиться самостоятельно. И еще есть параметр Thickness. Он работает как модификатор Shell в Максе. Смотрите. Если у меня есть какая-то форма, я выделяю полигон сверху и нажимаю на Delete. Они удаляются. И получается пустой объект. У него нет никакой толщины. Толщина делается тоже экструдом. Выделяю объект. И мы можем экструдить весь объект целиком. Поэтому мы прямо в объектном режиме можем это сделать, не выделяя отдельно каждый полигон. А для того, чтобы стенки выдавливались ровно, есть параметр Thickness. Который позволяет сохранить везде одинаковую толщину. Следующий очень полезный инструмент это команда Bevel. Она делает фаски. Такие как экструды и другие. Если выделить несколько ребер, которые идут друг за другом и шифтом, двойным щелчком. Сюда добавить другие и нажать Bevel, то получается фаска. Теперь, если перейти в опции поля Bevel, то здесь есть параметр Fraction, который отвечает за ширину фаски. Segment назначает количество дополнительных резов фаски. Ну, как бы скругляет ее. Chamfer добавляет резы, но не изменяет форму. Это очень полезно при сглаживании, когда нужно укрепить ребро, оставив его острым. Таким образом, мы с помощью Bevel добавляем скругление в форме. Следующий полезный инструмент это Merge. Который позволяет сшивать точки, основываясь на расстоянии между ними. Добавим его тоже на нашу полку. Для примера создадим сферу. Перейдем в камеру Front и удалим часть полигонов. И сделаем из нее линзу. Для этого сошьем верхнюю и нижнюю части. Двойным щелчком выделяю весь кусок сверху. Нажимаю D, чтобы редактировать пиво. И нажимаю привязку по точкам. И привязываюсь к точку на краю верхней сферы. И беру за верхнюю стрелку и тяну вниз. И верх точно садится на нижнюю часть. Теперь выделяем совпадающие точки. Нажимаем Merge и точки сшиваются. Следующие две команды, которые разделяют объект. Это Extract и Detach. Extract разделяет по выделенным полигонам. А команда Detach по выделенным ребрам. Неважно, какой из этих инструментов вы будете использовать. Так как иногда удобнее пользоваться одним инструментом, иногда другим. Давайте создадим головку шурупа, используя команду Bridge. Это наглядно нам покажет, что иногда Bridge гораздо удобнее для ретопологии правильной, нежели Boolean, который вырезает и не всегда делает корректную топологию. Еще нам для создания головки шурупа потребуется команда Reverse, которая выворачивает полигоны. Добавим сразу ее на нашу полку, потому что она будет нам нужна довольно часто во время моделирования. Итак, создадим куб, сделаем ему Extrude и удалим верхние полигоны. Продолжение следует... Затем создадим цилиндр в 12 граней, потому что у нашего креста, который мы сделали из куба, именно 12 граней. И повернем его на 15 градусов. И тоже удалим у него верхние полигоны. Первое, что нам нужно сделать, это объединить эти два объекта в один объект, чтобы мы могли выделять грани и работать с этим объектом уже как с одним объектом. Для этого выделяем оба объекта и жмем на кнопку Combine. Теперь они стали одним объектом. Двойным щелчком выделим контуру креста и контуру цилиндра с командой Shift. И нажмем на команду Bridge. Все. Bridge автоматически нам создает полигоны между этими гранями. Еще два инструмента, которые пригодятся в работе, это инструменты, которые дорезают нужные нам ребра. Это Multicat и Insert Edge Loop. Добавим их на нашу панель. Multicat может нарезать как в ручном режиме, так и в автоматическом, если мы нажмем его с кнопкой Ctrl. Insert Edge добавляет лупы параллельно тем ребрам, которым он ближе всего находится. Добавим оба эти инструмента на нашу панель. И, пожалуй, последний инструмент, которым мы будем часто пользоваться, это Target Weld. Он сшивает точки. Теперь, когда мы подготовили инструменты в нашем меню, сохраним настройки и на следующем занятии с их помощью смоделируем меч из кинофильма «Властелин колец». Субтитры подогнал «Симон»